на этом ролике хочу говорить вам как управлять риски в бизнесе они мы привезли из турции сажали вот слава богу вот видите у меня было огромное количество рисков чтобы делать вот это сад честно скажу вам отсутствие планирования я хочу сказать что проект становится итоги в дороже обойдется вам в районе от 15 иногда до 30 процент дороже обойдется по сравнению чем вы планировали в самом начале я планировал что вот воду видите в воду привести все того канала и итоге получилось что из этого канала вода мало и мне пришлось принести воду 5 километров прямо за пределик границ таджикистана прямо с и будете это все уже увеличивала риск когда вы занимаетесь планирование пожалуйста не торопитесь не торопитесь и друзья дорогие наши слушатели дорогие наши читатели я сейчас нахожусь границы афганистане вон там афганистан прямо вон там где-то видеть из этих домах это здесь он сангири это район джайгон хатландская область таджикистане где мой сад где мы сажаем фисташки вот эти фисташки они с гибридом они мы привезли их с турции сажали вот слава богу вот видеть как они выросли уже потихонечку склад видит какая красота получилась но еще через месяц будут ясно сколько из них хорошо выжили а сколько из них высохли то есть умерли будут через месяц видно на этом ролике хочу говорить вам как управлять риски в бизнесе у меня было огромное количество рисков чтобы делать вот это сад честно скажу вам и основные риски в бизнесе чем связаны они связаны первую очередь с отсутствием планирования я хочу сказать что часто иногда проект подорожает проект становится итоги в дороже обойдется вам в районе от 15 иногда до 30 процент дороже обойдется по сравнению чем вы планировали в самом начале часто бывает так я планировал что вот воду видите в воду привести с того канала и итоге получилось что из этого канала вода мало и мне пришлось принести воду 5 километров прямо за пределек границ таджикистана прямо с и территория даже афганистана получается нейтральная зона же есть вот с этой стороны вы видите это все уже увеличивала риск это все с чем связано с тем что мы учитывали воду отсюда но я не думаю что эта вода придет два месяца позже поэтому риск чуть увеличилась то есть получается что когда вы занимаетесь планирование пожалуйста не торопитесь не торопитесь как минимум a b c план надо сделать как минимум a b c то есть три разные варианта что если это не работает другой вариант если это не работает другой вариант и так далее разными вариантами чтобы точно вы могли бы знать чтобы как минимизировать риски своем бизнесе это первое значит пути через планирование вы можете снижать риски второе дополнительный источник доход надо иметь особенно если вы занимаетесь долговременным бизнесом видите я просто делюсь с вами своим опытом если вы занимаетесь долговременным бизнесом у вас обязательно должно быть дополнительный источник дохода который подпитывает этот бизнес до тех пор пока она становится на ногах видите вот это деревья они же не за один день же будут давать плоди правильно через несколько лет они дадут плоди может быть 8 лет может быть 7 лет по чуть-чуть начинается но через 10 лет полноценно 12 лет начнет полноценно давать много плоди но я ожидаю от каждого дерева от 10 до 15 килограмм фисташки может быть 20 килограмм но минимум это 10 это нормально но когда до этого дойдет еще чуть-чуть время надо но сад получилось у нас шикарно я думаю что мы первые кто делали такой фисташковый сад в этом получается таджикстане именно такого сорта такого таком подходе впервые кто кто это делает потому что есть другой в другие варианты которые дикие которые лесхоз сажал свое время в горах или где-то растут они но они очень маленькие они не такого качества не такого вкуса и так далее но они очень а это у нас другая значит первый планируйте пожалуйста досконально изучать и все детали то косвенно повлияет на ваш бизнес тоже учитывать это что расстояние коммуникации и так далее так далее время третий вещь который очень будет сильно время это время то есть иногда бывает что вот например мне же в этом давали же воду через канал но они давали его получается два месяца позже и мне пришлось за счет этого мне пришлось хорошо что у меня было три разные варианта один вариант из канала другой вариант я покупал своей машине с специально чтобы они обеспечили воду таскали поливали я думаю что может быть через пара неделю будут канале вода но оказалось чуть позже поэтому это было 2 3 вариант я прямо то что насос поставили воду привез оттуда то есть получается что всегда обе три варианта чтобы главный результат даже иногда если проект чуть-чуть подорожает да у него окупаемости будет чуть больше дольше но самое главное чтобы вы не банкротились третий вариант это был от резервный вариант что я привез воду оттуда до с границы итоге что получилось это все на первые этапах то есть 2 это вам вам надо иметь дополнительные то есть дополнительный источник дохода чтобы вы вкладывали вкладывали в долговремени вашей бизнес иногда если даже проект чуть подорожает ничего страшного главное что вы не банкротились она окупается но самое главное может бедено ну год спустя окупается или полгода еще добавляется срока окупаемости так что если вы вязали за бизнес вам надо это это очень хорошо осознать и продолжать третья вещь который минимизирует ваш риск это именно ваши соответственно кадры работайте только профессионалами мой совет к вам работайте только профессионалами потому что слабые кадры они удорожают все они действительно удорожают все если вы возьмете кадры которые не понимают в том бизнесе или а у них нету опыта и тогда получается что вы платит за их учебу они учатся за ваши деньги получается что вы тратите они чет чему-то научиться итоги вы потеряете очень много поэтому сделайте так чтобы работайте только профессионалом ищите профессионала да возможно профессионал иногда просто вам чуть чуть больше денег как экспорта да найдите эксперта которые будут скажем руководить вашим проектом это будут намного проще намного лучше я читаю чтобы посмотреть этот какие красивые хорошие деревья получилось они очень хорошие и я читаю что это очень хорошо слава богу вот вы посмотрите какие там они красивые вот вот видите вот они просто видите когда я покупали их привез они были конечно понятно что что-то чуть больше чуть уменьш потому что того они уже мы уже делали здесь гибрид то есть по иван сделали потом привезли поэтому это такая работа работайте профессионалом и третья вещь то есть четвертая вещь всегда держите резервные деньги почему если у меня не были бы резервные деньги потерял это сад вы представьте на минуту сами подумайте я копал из канала до суда таскал трубу до почти километре 800 почти около 2 километра я привез воду сюда да и вдруг два места вода нет а представьте если у меня не было бы резервные деньги а как я пять километров воду привез бы там два насоса поставили так далее если резервные деньги не было бы я потерял бы это бизнес полностью и хотя на него потратили уже больше поле миллиона понимаете вот на это все я потратил больше поле миллиона это очень прилично поэтому если не были бы резервные деньги я реально банкротился я потерял бы это все но сейчас мы данный момент еще делим капель нарушаем и сейчас собираюсь делать все капель нарушаем и чтобы было еще проще чтобы легче было управлять всеми этими делами поэтому пожалуйста соблюдайте эти советы они только можно сказать начальной этапе есть еще очень много моя формуле который помогает вам управлять рисками риск сто процент не зарезает в бизнесе но его уменьшать вы можете риск сто процент убрать почти нереально но вы можете его уменьшить вы можете его каким-то образом по чуть-чуть по чуть-чуть уменьшить вот такое дело 6 старайтесь чтобы своими деньгами начинать а если вы по пути вам не своими деньгами начнете вам придется потом дорогие деньги занимать например вы делали и вдруг у вас нету резервные деньги а вдруг или на полпути деньги у вас закончились и тогда вам придется брать дорогие деньги виде в долг виде кредита виде чего-то соответственно еще подорожает ваши проект а чем дороже обойдется ваш проект тем труднее окупается поэтому старайтесь пожалуйста чтобы не брать дорогие деньги самый важный пункт в бизнесе который вы необходимо вам знать и управлять для управления риска вашего бизнеса это как построить сбит я пока здесь только-только начали сажать вот с моим устозом мер шерифом только мы начали сажать в стажки и так далее тут видите как дикан работает вот это все медит как только меня через здесь сажать я параллельно начал открывать свои магазине россии и сейчас потихонечку в малайзии планирую открывать и других стран тоже и китае отношения строй сбит строй и так далее почему потому что сбит самая важная вещь до того когда вы производите сначала вы должны создать сбит создать бренд создать имя чтобы когда это появляется перед продажа у вас было люди знали как это все приобрести так далее дорогие мои пишите пожалуйста внизу в скажем комментариях свое мнение что вы поняли и что вы брали из того то что сейчас я говорил я сейчас сказал пять-шесть пунктов которые как я управлял риски с этого бизнеса но ваши бизнесы будут чуть по-другому возможно я буду много кейс и показаться времени много кейс из моих бизнесов много кейс из бизнеса своих учеников и вы еще увидите ставьте лайк рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым друзьям до встречи